каталог своими руками часть 14 в этой части поговорим о реализации правил и требований сущности продукт и так я переключу студию и начнем прежде чем начать давайте посмотрим на предыдущий план у нас было проделано некоторое количество действий в том числе мы сделали включение выключение каталога в новом продукте вернее в новом в новой сущности то есть в сущности продукт мы также будем делать включение выключение но мне прислали сообщение один из товарищей кстати большое спасибо что мой кейс не сработает в том варианте когда включается каталог вот у нас шестой пункт при включении каталога необходимо явно указать включать или не включать товар то есть я поставил ограничение что если при этом каталог не выключить сейчас давайте вижу студии переключить вижу студия это у нас должно быть инфраструкция managers вот здесь вот я сделал условие что если выключен и текущий и в модуру включены включить все вот если я в первый раз включу я откажу отключение отключить не смогу поэтому чтобы решить эту проблему надо удалить это сообщение условия ну и тогда собственно сейчас проверим у нас есть каталог у нас этот давайте отключим вот теперь я его сейчас он выключен и давайте сейчас проверим что это условие реально сработает я запускаю на дебаг один момент он запустится вот у меня каталог я включаю сначала выключить товары то есть не включать товары каталоге обновить пустим этот же сейчас можно проверить базе на товаре не включились к оплачь остался включенным теперь я повторно вызываю это же действие один момент вот переключаюсь и теперь хочу уже включить все товары видимость у включенного нажать обновить вот это условие от работы сейчас проверим включены и кто включен в общем спасибо большое что подсказали ну просто в процессе снять видео может быть не все кейсы так сказать отрабатывать что и в общем то давайте вернемся к этому итак сущность продукт первый пункт name должно быть не менее 5 и не более 128 я сейчас вернусь visual studio братьеван покажу на самом деле было бы очень просто если бы была возможность указать при конфигурации сущности в данном случае 108 у нас указано если бы здесь была возможность указать min value или has в общем было бы на самом деле очень удобно но возможности нету поэтому я предпочитаю это делать уже непосредственно при создании что для этого для этого нужны в модуле который называется продукт create viewmodel нужно также как и предыдущем категории create viewmodel нужно создать ivalidatedable object у нас требуется вернее от интерфейса и создать правил по которому будет осуществляться проверка на создание конкретного наименования у сущности и так если я напишу string не знал у рэмки для name свойства вот тогда мне нужно сделать его он его ли дэйшн резалки и собственно грязь здесь нужно написать именно в общем понятно что здесь мы проверили что все что-то ввели здесь мы проверяем если она не меньше нуля и и и name меньше либо равно идти я тогда должен сказать что на минуту должно быть должно не менее 5 символов я особо не смотрю на синтезис поэтому прошу прощения за ошибки которые могу допустить собственно говоря можно это самом деле уже проверить и сейчас попытаюсь создать продукт потребуется какой-нибудь идентификатор категория сейчас секундочку все-таки должен запустить я надеюсь на этой штуке я уже авторизованный так вот у меня категория есть какая-то я ее скопирую и сейчас попробуем создать товар я нажимаю пост создать новый но в общем-то категорию айди мы сюда втыкаем описание но давать простое описание неважно попробуем сначала вообще не заводить или вообще поставим ну все-таки ну лучше будет если вот и я должен увидеть user-friendly так называемой ошибкой вот я вижу что не должно быть ну теперь давайте поставим пусто тоже самое теперь давайте поставим каких-нибудь там то 4 символа не менее 5 символов ну и собственно говоря если сейчас поставлю простой товар нажимаю сохранить все он успешно сохранился в общем то можно сказать что это правило описанное в первом пункте выполнено я это сейчас не переключусь вот и здесь делаю так я сделаю вот следующим пунктом у нас description может быть может быть успеем на иметь 2448 символов давайте проверим на слово description есть максимальное назначение написано продукт не модел 2048 совпадает ну и может быть ну ну соответственно у нас уже реализовано потому что на минимум ничего писать не нужно и здесь у нас но есть то что можно написать сюда юзер-френдли какой-нибудь чтобы можно было по-русски видеть сообщение они из непосредственно уже и спельсервера я переключусь на английский язык вот description описание описание товара должно иметь должно иметь не более в данном случае 2048 символов ну и соответственно условия нужно поправить вот больше чем 2048 я думаю проверять это условие не нужно поэтому я сразу вы поймете что у нас работает но я конечно могу ошибаться если вы скажете что я работали будем разбираться прайс может быть незадобно то есть значение и цены может быть ну давайте проверим это так у меня тут эту штуку которую есть лишняя смотрим прайс у нас нулабо по идее должна быть тогда прайс нулабо ну собственно ограничене мешает внести туда ну собственно надо тоже отметить это условия что у нас соблюдается. В принципе вы можете это сами проверить. Дальше у нас есть продукт, то есть пятый пункт, сейчас будем говорить про него. Продокт можно включить или выключить, скрыть или показать всеобщего просмотра. Ну в общем-то мы уже реализовывали i-visible, i-published, не помню какой-то интерфейс. Сейчас я посмотрю. Да, i-published интерфейс, внутри которого может быть visible или invisible свойства. Поэтому у нас продукты реализованы. Теперь нам нужно сделать так, чтобы он автоматически включался или не включал. То есть при создании и при редактировании товара можно было управлять его включением и выключением. То есть вот у нас сейчас во вью-модуле к этому товару нет никакой информации о том, что он включен или выключен. Я его сделаю вот таким вот образом и что у нас уже реализовано. Один момент. При создании товара он должен быть невидимый. Ну пока его явно не включишь. У нас уже эта функция срабатывает, потому что изначально мы сделали так, что нету свойства из visible и получается не становится false. Поэтому естественно товар становится невидимым. Извините. Так, теперь сделаем поправим немножечко viewmodel для создания товара. Где он у нас? Вот он. Так, во-первых, у нас здесь должен быть iPublish. Он уже есть. На редактировании он включается. Единственное, что на самом деле было бы, наверное, правильно, вот этот вот объект, вот эту вот проверку включить именно для редактирования. То есть я здесь делаю iVoletable.com, делаю имплемент и делаю control.v. Вот таким образом у меня нельзя при редактировании удалить название товара или сделать выделенно меньше или соответственно description уменьшить. Вот таким образом получается, что visible у нас уже включается и можно, собственно говоря, это проверить. Так, давайте запустим без дебага. Сейчас приложение запустится, наверное, когда-нибудь все-таки. Да, запускается. Я закрою эту вкладку, потому что у меня уже есть подготовленная. Вот у меня товар. Ага, из visible у меня здесь не указан. Один момент. Надо проверить. Продукт приедет. А, это же было на создании. Все верно. То есть я не туда посмотрел. Мне нужно тогда получить идентификатор товара, который вот был создан. Сейчас я его скопирую. Теперь я должен перейти. Ну, можно, кстати, получить vimodule для редактирования вот таким вот образом. Вот у меня целиком полностью. Vimodule, который нужно редактировать. Чтобы не вносить изменения уже, ну, не забивая данные, которые я не хочу редактировать. Вот update product. Control V. Здесь мне нужно ставить идентификатор этого продукта. Итак, что у нас есть? У нас visible false. Ну, давайте для начала найдем его в базе данных. Вот у нас категория. Вот у нас продукт. Вот товар. Вот он скрытый. А, теперь я говорю, что я хочу сделать true. Revisible. Execute. Хорошо, так нет. Проверяем в базе. Да, он сделал с revisible. Вот, то есть у нас редактирование работает. Ну, давайте попробуем еще что-нибудь изменить, чтобы точно проверить. Ну, например, ну, например, давайте напишем. Давайте попробуем сделать маленькое описание. Ну, и, в общем-то, на ввод. Наверное, вы должны иметь почему-то два раза, да? Ну, давайте проверим, да? Действительно два раза, наверное, что-то скопировал. Сейчас проверим. А, ну да, я здесь что-то еще не правильно. В общем, все ошибки получил. Сейчас, два, теперь запустится проект. Это я закрою. И здесь мы можем обновить. Ну, теперь все верно. И так далее. Так, у нас пятый пункт. Можно отметить, что он у нас готов. Мы уже это проверили. Приходим к шестому пункту. Товар нельзя отключить, если как лог товара выключен. Но это уже гораздо более интересный вариант. И, собственно говоря, если вернуться к нашему вьюмодулу, то здесь мы его проверить не можем. Вот это условие. Потому что вьюмодул, вот этот ivalidated object, он может реализовывать к объекту, который приходит с ее. И, собственно говоря, перед входом в контроллер он проверяется. Нам же следует уже проверку сделать бизнес-логики, которая уже говорит о том, что существующий товар, существующий паталон должны проверяться на наличие, ну, включений у обоих из них на видимость. Может быть, немножко непонятно сказал. Ну, ладно, поехали дальше. Так, и как это нам сделать? Это сделать очень просто. Смотрите, у нас есть, ну, во-первых, у нас есть валидатор. Если говорить про конкретно валидацию непосредственно более сложного валидатора, то есть он частично реализует функционал ivalidated object, но у него есть возможность de-injected unit of work и, собственно говоря, обратиться к каким-то сущностям, лежащим в базе данных. Но, как вы понимаете, вот это вот значение, вот этот вот generic говорит о том, что мы не можем обратиться к каталогу. Более сложное проделывание операции потребует вливания дополнительных сущностей, дополнительных репозиторий, чтобы обращаться уже непосредственно, например, категории, да, включенной или нет. Но прежде чем вообще проделать какие-то операции, давайте я вам напомню, собственно говоря, я не столько вам, сколько себе. Вообще, теоретически, конечно, это можно сделать здесь, но я переключусь в один файловый файлик, вот, который лежит в гите, вот, который вы можете получить. Смотрите, то есть все валидации, вот, before any validation, они происходят после выхода маппинга случился. То есть, получается, в нашем варианте значение свойства entity у этого продукта в этом валидаторе, оно уже будет true, то есть уже будет проделан маппинг, оно становится true, и мы не сможем проверить. Ну, то есть, уже проверять, можно или не можно ставить true для определения визабилити у каталога, видимого каталога. Уже, как бы, смысла на самом деле нет, поэтому нужно понимать, что нужно делать операции before вот этот маниэтик. Я, собственно говоря, скопирую вот этот вот файл, вот, поэтому переключусь, вижу в студии, поэтому вот этот вот продукт валидатор нам немножечко не подходит. Он для более-таки глубоких валидаций, так сказать, если можно выразиться, но уже для бизнес-процессов, которые проходят после маппинга. Вот, я тогда делаю очень просто. Я открываю менеджер, продукт менеджер, вот он он, чистенький пока еще. Я проверять. В данном варианте я делаю вот такой вот проверять. Вот, и здесь получается, что перед тем, как что-то на что-то смаппить. У меня есть модул и есть антитей. В общем, что мне здесь на самом деле нужно сделать? Нужно следующее сделать. Первое. Мне нужно получить юнитворк. Правильно? Чтобы обратиться... Немножко наведу. Вот. Мне нужно обратиться к юнитворк, то есть к репозиторию каталога. Получить его. Посмотреть его значение. И снова нет его. Сделать уже телодвижение в части включения или выключения продукта. Итак, давайте я это быстренько сделаю. Ну, вот такая вот логика у меня появилась. Давайте я попытаюсь объяснить. Смотрите, перед тем, как провести какие-то маппинги, то есть какие-то изменения в товарности, я получаю в этой строчке, в строчке 36, получаю и категорию по идентификатору, в которой этот товар находится. Если у меня каталог не найден, ну, в общем-то, то есть вообще, что теоретически не может быть, хотя надо это проверить, то у меня каталог не найден и показывается информация о том, что никаких проверок больше делать не надо. Надо остановиться и говорить уже, что это exemption. Далее, если каталог у меня найден и каталог стоит visible false, ну, то есть выключено, тогда дальше мне нужно проверить, что если у товара перед этим действием было выключено значение, и сейчас становится значение включено, ну, то есть включается товар в выключенном каталоге, тогда нужно включить, нужно выдать сообщение и остановить все проверки. Ну, в общем-то, это теперь можно проверить. Давайте я вот так вот запущу без дебага, чтобы он не мешался. Вот он не запускается. Так, отлично. Так, у меня есть какой-то товар на редактирование, давайте проверим, что он работает. Да, смотрите, выполнся товар, то есть он как был выключен, так и остался. Кстати, здесь не приходит информация о том, что товар включен или выключен. Давайте это быстренько поправим. Это делается, на самом деле, очень легко. У меня есть ViewModel, есть товар и есть ViewModel. Вот, то есть я ему скажу, что I publish it, и он меня заставляет интерфейс реализовать это свойство. Я снова запускаю приложение. Быстро запустилось, отлично. Нажимаю редактировать и... Да, вот теперь Visible False, то есть я ничего не меняю. Теперь давайте проверим, что у этого товара, как называется, простой товар, категория отключена. Так, проверим. Так, вот он, простой товар, он выключен. Категория простого товара, вот она, работа с каталогами, отключена. Теперь давайте попробуем, я включу, попробую включить товар. Я пишу товар, нажимаю Execute. И, в общем-то, да, все, что планировалось, получилось. Вот у меня получился Exception, это реальный Exception, потому что товар нельзя включить, когда каталоги выключены. Ну, а теперь давайте сделаем обратное, сделаем включение каталога. То есть я сейчас включу каталог, вот его базу сохраню. Здесь у нас товар отключен. И теперь я нажимаю Обновить. Да, собственно говоря, все как-то быстро очень сработало. Да, действительно товар включился. В общем, надо сказать, что вот этот вот пункт тоже завершен. Так, раз у нас этот пункт готов, собственно говоря, остался седьмой пункт, который, как вы понимаете, тоже автоматически завершен. Почему? Потому что у нас есть контроллер, который называется Subproducts, который наследует базовый контроллер, внутри которого, как вы понимаете, уже все встроено. Сейчас я вам это выхожу. Вот категория, шучу. Вот продукты, вот пейджет, и вот, как бы, собственно говоря, я не авторизован. Ну ладно, давайте я сейчас авторизуюсь. Который уже разбивает товар на странице. В общем-то, получается, что на сегодняшний, на текущий момент у меня реализация закончена. И единственное, что осталось только пометить пункт, что он завершен. Вот и все. Продолжение следует...